Одни очки позволяют хорошо видеть вблизи, другие – вдали. С прогрессивными очковыми линзами Hoya Lux вы будете одинаково хорошо видеть и вблизи, и вдали. Hoya Lux. Комфорт и идеальное зрение в одних очках, на любом расстоянии. Салон оптика в восьмом микрорайоне. Братьев Жубановых, 290А. Сегодня мы проводим благотворительную акцию, в связи с которой было у нас наводнение. 47 семей, пострадавших в результате паводка, сегодня получили очередную партию гуманитарной помощи. Постельные принадлежности, продукты и хостовары были выданы обществом красного полумесяца. По нашей области составило 6,3%. Валютные предпочтения актюбинцев продолжают меняться в пользу тенге. Причем изменения наблюдаются как на рынке наличной валюты, так и на депозитном. В октябре завершилась международная медицинская конференция «Первая помощь». Она началась 5 июня и проходила на базе ЗКГМО имени Марата Аспанова. Добрый вечер, в эфире новости. В студии работает Айсулу Махмутова. Сотрудники местной полицейской службы сегодня вышли в рейд в рамках очередного рейда «Безопасные каникулы». Участниками рейда, помимо страж порядка, стали учителя школ, общественники и родители. Сообщая, они доносили до всех взрослых информацию о том, что во время летних каникул все внимание должно быть уделено детям. Для профилактики правонарушения преступлений в общественных местах и на улицах местная полицейская служба ввода города Ак-Тюбе совместно с сотрудниками частных организаций, студентскими отрядами, общественными советами, отрядами ДНД, согласно утвержденного графика, каждую пятницу и субботу с 18.00 часов по 21.00 проводится патрулированная территория города Ак-Тюбе по пресечению и выявлению правонарушений и преступлений. Так, на сегодня задействованы на патрулирование 71 сотрудников частных охранных организаций из 37 охранных фирм, а также более 50 преподавателей учебных заведений средних школ. До начала всего мероприятия было проведено построение полицейских. После участковые и инспектора по делам несовершеннолетних настойчиво стучались в двери. Данный рейд больше касался неблагополучной семьи. По долгу службы и стражи порядка интересовались частной жизнью своих подопечных. А заодно напоминали всем родителям. За поздние прогулы детей родители будут штрафовать. Штраф будет взыматься, если несовершеннолетние будут прогуливаться на улице после 23.00. Такая мера предусмотрена в законе о правах ребенка. 47 семей, пострадавших в результате паводка, сегодня получили очередную партию гуманитарной помощи. Постельные принадлежности, продукты и хостовары на сумму около 20 тысяч тенге были выданы обществом красного полумесяца. Людей с утра пригласили в 40-ю школу и принимали в порядке очередности. Это люди, проживающие в разных частях Ак-Тубе, но объединенные одной бедой. В ночь на 16 апреля все их нажитое имущество смыла большая вода. Без крова остались в основном социально уязвимые слои населения. В числе пострадавших оказалась и 55-летняя Мадина Жалмуханова, жительница Махамбетовки. Помощь от властей женщина еще не дождалась, но постоянно ощущала поддержку добродушных земляков. Вообще без крыши на голову, сама я инвалид третьей группы, еще с паводками. Испытываем большие трудности, нет жилья на крыше. Вот писала в Акима, на имя Акима области я писала, сапробаю. Они просто отписываются, друг другу передают. Молодая мама Аим Дулатпекова за необходимыми вещами приехала с грудным ребенком. Женщина рассказывает, что после паводка дом пришел в непригодное состояние. Из-за сырости и всевозможных пробоин малыш подхватил пневмонию. Позже для членов семьи в количестве 17 человек был выделен земельный участок. Но возможности строиться у актюбинцев сейчас нет. Постельные принадлежности, продукты и хостовары сегодня получили 47 семей, пострадавших в результате паводка. Таким образом, общество красного полумесяца обеспечило самым необходимым порядка 200 человек. По словам председателя благотворительной организации Нурлана Удербай, список нуждающихся был составлен еще в апреле, в ходе посещения эвакуационных пунктов. Предпочтение отдали многодетным матерям, инвалидам, сиротам и одиноким старикам. Сегодня мы проводим благотворительную акцию в связи с которой было у нас наводнение после объявления городского акимата по этому поводу. И мы провели анкетирование. При анкетировании мы взяли только тех, которые нуждаются. Это так называемые малоимущие люди. Это значит дети сыротые, многодетные, одинокие, престарелые. Теперь, после проведения анкетирования, сегодня они пришли. Здесь пришли сегодня 47 семей. На нужды горожан в общей сложности было потрачено полтора миллиона тенге. Деньги на счет фонда перечислили неравнодушные казахстанцы. Ислу Махмутова, Сергей Калашников, программа «Факт». Инфляция в Актюбинской области продолжает находиться в рамках целевого диапазона. По итогам мая годовая инфляция сложилась на уровне 6,3%, что ниже республиканского показателя. Об этом сегодня сообщили в Актюбинском филиале Национального банка РК. По нашей области составило 6,3%. Этот показатель ниже, чем республиканский показатель. По республике 7,5%. То есть инфляция продолжает находиться в рамках целевого диапазона. По валютному рынку валютные предпочтения вкладчиков продолжают меняться в пользу тенге. Изменение валютных предпочтений наблюдается как на рынке наличной валюты, так и на депозитном рынке. Если говорить о депозитном рынке, то по состоянию на 1 мая 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, депозитный рынок вырос, увеличился на 41,4%. Валютные предпочтения вкладчиков продолжают меняться в пользу тенге. Причем изменения наблюдаются как на рынке наличной валюты, так и на депозитном. Общий объем депозитов в 2017 году увеличился на 41,4% и составил 504 млрд тенге. Объем покупки населением долларов снизился на 12,4%, а продажи на 72%. В Актюбе завершилась международная медицинская конференция «Первая помощь». Она началась 5 июня и проходила на базе ЗКГМУ имени Марата Успанова. В течение пяти дней актюбинских врачей обучали представители турецкой медицины. Темы тренингов касались сердечно-легочной реанимации, аритмии, дефибрилляции и кардиоверсии, а также инновации в технике обеспечения и управления проходимости дыхательных путей. В конференции участвуют мои коллеги из Турции. Это анестезиолог-реаниматор доктор Узлем Сачан, генеральный директор Ассоциации сотрудников скорой медицинской помощи, парамедик Мурат Арыкын, а также ответственный по тренингу «Жизнеугрожающие аритмии, дефибрилляции и кардиоверсии» парамедик Мустафа Илдыс и ответственный по тренингу «Сердечно-легочная реанимация» парамедик Рейхан Остург. В ходе конференции мы читали не только теоретические лекции, но и давали практические знания вашим врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи. В ходе конференции турецкие специалисты наглядно демонстрировали свой опыт для местных врачей и фельдшеров. В обучении принимали участие 75 врачей и 60 фельдшеров скорой медицинской помощи. Тренинги были разделены на два этапа – теория и практика. Всего, по словам октябинских медиков, в отделении скорой медицинской помощи работают 75 врачей и около 150 фельдшеров, что и заставляет 36 бригад неотложки. С 1 июля казахстанские предприниматели будут обязаны перечислять в Фонд обязательного социального медицинского страхования часть своих доходов, а также отражать эти обязательства в соответствующих формах налоговой отчетности. Так, приказом министра финансов Казахстана были внесены изменения и дополнения в приказ об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления. Приказы министра финансов Республики Казахстана от 14 апреля 2017 года, номер 250, внесены изменения и дополнения, согласно которым утверждены новые формы налоговой отчетности, это формы 200 и 910. В части объединения, в 200-е произошли изменения в части объединения формы 200-0 с формой 210-0. При этом, правилами составления декларации по формам 200 и 910 установлено, что сроки, содержащие сведения по отчислению на обязательное социально-медицинское страхование, необходимо заполнять с 1 июля 2017 года. Кроме того, индивидуальные предприниматели, применяющие специальный режим на основе патента, должны будут оплачивать данные взносы за себя и отражать их в форме налоговой отчетности. Ровно год назад, 9 июня, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым было объявлено днем траура в связи с терактом в Ак-Тубе. Теракт был совершен группой людей, которые являются радикальными приверженцами нетрадиционных религиозных течений. В ходе преступных действий экстремистов погибло 25 человек, четверо гражданских, трое военных и 18 самих террористов. 22 человека было ранено. Город и его граждане за этот год сильно изменились, но душевные раны остались. О днях террора в Ак-Тубе в традиционной рубрике подробности вспомнит Антон Пережогин. Здравствуйте. Год назад, в воскресенье, 5 июня, в разных частях города была слышна стрельба. Появилось полицейское оцепление, многие улицы были перекрыты, людей не выпускали из домов. Как оказалось, примерно в 14.30 террористы вломились в оружейный магазин «Паллада». По малой аллее убили продавца и сотрудника «Кузет». Затем одна группа на захваченном пассажирском автобусе номер один протаранила ворота войсковой части и убила нескольких военных. Другая угнала полицейскую машину, рванула в старую часть города и вломилась в оружейный магазин «Пантера». Там тоже была перестрелка, был убит клиент магазина, другого посетителя ранили. Захватчики, предварительно высадив пассажиров, протаранили автобусом ворота воинской части Нацгвардии номер 6655 и проникли на ее территорию. В ходе перестрелки с воинским нарядом и с полицией один из радикалов был убит, еще один ранен. Остальным удалось бежать. Из числа военных погибли трое, еще шестеро получили ранения. На балкон вышел, вон я на пятом этаже, смотрю, один патрульный машина подъехал, двое выбегает снаружи, убегает сюда. Задом идет первый маршрутный автобус и оттуда 18-20 человек толпа с оружием. И в автобус этот первый маршрут садится. И все, уехали. Трое только успели слезть и пассажирить. Какие-то выстрелы слышно было? Сплошно, пять минут стрельба здесь шла, плотный. Это до того, как вы вышли на балкон? Не до того, я курю, стою же там и смотрю. Резко так, я смотрю, резко остановился машина здесь. Патрульная машина, милицейская. А потом в какую сторону все они уехали? Они туда уехали все. Вот в сторону туда. Сразу же началась массовая эвакуация людей из мега и сити-центров. Закрылись все крупные магазины, торговые центры, киоски и рынки. Все подъезды к воинской части 66-55 были перекрыты полицейскими кордонами и большегрузными пассажирскими автобусами. Чуть позже стало известно, что в воскресенье погибли 7 человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских. Еще 37 человек ранены, большинство из них военнослужащие. На период проведения антитеррористических операций мы по-прежнему рекомендуем воздержаться от посещения мест массового накопления и увезлительных заведений. Просим с пониманием отнести к проведению государственных органов, в частности к действиям сотрудников правоохранительных органов при проверке документов и при необходимости оказывать им посильное содействие. Просим также руководствоваться официальными информациями из государственных органов. Больница скорой медицинской помощи тем временем работала в авральном режиме. В эти дни 38 человек получили медпомощь. Поступило несколько человек с ножевыми ранениями, несколько человек поступило с огнестрельными ранениями. Больница работает в штатном режиме. Есть огнестрельные ранения, ну это значит дробовые, будем так говорить. Амбулаторные многие обслужены. Многие обслужены амбулаторно. Подкожное нахождение снаряда в виде дроби. Те, которые, скажем, проникают, они им прооперировали. Снаряды удалены. У них состояние на сегодняшний день стабильное. Есть тяжелые больные. Ну, как правило, ранения или травмы – это тоже серьезная ситуация. Они получают свои лечения. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил оказать помощь и поддержку семьям жертв теракта в Актобе, сообщил первый заместитель председателя партии Нуратан Мухтар Кулмухамед. Прибывшие 7 июня в Актобе Кулмухамед и Сапарбаев побывали в семьях погибших от рук террористов жителей Актобе. В среду 8 июня по поводу терактов выступил президент страны Нурсултан Назарбаев. По оценке главы государства, правоохранительные органы приняли необходимые меры по жесткому пресечению этой преступной акции, уничтожению и нейтрализации террористов. По имеющимся данным, террористический акт организован приверженцами радикальных псевдорелигиозных течений. Инструкции они получили из-за рубежа. В результате нападения, к огромному сожалению, есть погибшие и раненые среди военных и гражданских лиц. У них есть семьи, дети. Выражаю глубокое соволезнование всем родным, близким погибших наших граждан. Объявляю четверг 9 июня, днем общенационального траура по погибшим военнослужащим и гражданским лицам. 13 июня стало известно задержание всех в нашем городе террористов, причастных к нападению на воинскую часть и оружейные магазины. Об этом официально объявили представители Комитета национальной безопасности. Арестованные в ходе операции в поселке Бестамак и в районе Москва дали показания. По предварительным данным, террористы после завладения оружием намеревались осуществить нападение на исправительные учреждения и административные здания государственных органов. 12 июня Октябрьским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом завершена антитеррористическая операция по нейтрализации группы террористов. Задержано 9 преступников, 18 ликвизированы. Похищенные террористами 23 единицы огнестрельного оружия изъяты в полном объеме. 25 уголовных дел, возбужденных по совершенным террористами преступлениями, объединены в единое производство. 18 октября КТОБЕ снова превращается в опасную зону. В городе перекрывают движение автотранспорта. На улицах наблюдается военная техника и вооруженный с ног до головы бойцы спецназа. Начинается главное судебное разбирательство года. На скамье подсудимых 29 заблудших душ, признанных приверженцами радикального ислама. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председательствующему судье Нурлану Султанову предстоит рассмотреть дело 9 непосредственных участников нападения на оружейные магазины Паллада и Пантера, войсковую часть 66-55, а также убийство военных и гражданских лиц. Еще 18 октябренцев подозревается в недонесении, двое в укрывательстве преступления. Жесткий, но справедливый вердикт судья вынесет спустя 40 дней. 28 ноября пожизненный срок получили 7 октябренских террористов. Еще двое приговорены к 20 и 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 18 человек, которых обвинили в недонесении о готовящемся преступлении, проведут за решеткой от 2 до 5 лет. В соответствии с пунктами 4 и 6 части 5 статьи 46 Уголовного кодекса Республики Казахстан, Панатарову определит отбытие наказания в колонии особого режима, назначит первые 5 лет лишения свободы в тюрьме. Согласно пункту 2 части 2 статьи 14 Уголовного кодекса Республики Казахстан, в действиях Арсена Танатарова признать опасный рецидив преступлений. 7 октябренцев, получивших пожизненный срок, те, кто принимал участие в вооруженном нападении на оружейные магазины «Паллада», «Пантера», «Воинскую часть» 66-55 и блокпост «Родниковка Акжар», все они убивали невинных людей и крушили препятствия на пути к сомнительной цели. Еще двоих, Азамата Абдрахманова и Айдоса Жубанова, приговорили к 20 и 22 годам лишения свободы. Соответственно, спустя год большинство из осужденных террористов просит прощения за задеянное, но согласно опросу всех тех, кто пострадал в ходе июньского террора, прощать преступников никто не собирается. Это была рубрика подробностей и я ее ведущий Антон Пережогин. До встречи. О том, что еще интересного произошло сегодня в Ак-Тубе, вы узнаете сразу после рекламы. В Ак-Тубе отметили 30-летие. С момента образования ветеранской организации торжественное собрание прошло с участием Акима области Бердебека Сапарбаева. Ак-Тубинцам следует быть осторожными, оставляя обязательную милостыню фитер садака в ящиках, установленных за пределами мечети. Такое заявление сделали при службе мечети Нургасыр. В теннисном центре подвели итоги завершившегося учебного года. Самые достойные спортсмены поощрены благодарственными письмами. 30-летие с момента образования ветеранской организации отметили сегодня в Ак-Тубе. Торжественное собрание с участием членов Советов и Акима области Бердебека Сапарбаева было организовано в здании НДП Нур-Отан. Первой был это в 87-м году в Москве была конференция. Организационная конференция потом в Алмате в 87-м году, потом в областях. И вот недавно я участвовал в праздновании 36-летия организации Республиканской ветеранской организации в Астане. И сегодня вот очередь у нас в области проходит. Участвуют все члены областного совета ветеранов, председатели районных ветеранских организаций и заслуженные наши ветераны. Сегодня вот мы проводим. Будем юбилейный медал, мы будем в Центральном Совете Республиканской ветеранской организации, будем вручать их. Лучшие представители общественных объединений получили дипломы, благодарственные письма и юбилейные медали. В настоящее время в Аксюбинской области проживают около 90 тысяч пенсионеров по возрасту. Из них 92 участники войны и более 7 тысяч трушеники тыла. В университете Жубанова в стенах Дворца студентов сегодня собрались доктора различных наук, профессора и педагоги как местных, так и других вузов страны. Все они принимают активное участие в конференции на тему подготовка педагогических кадров в контексте социальной модернизации казахстанского общества. Само мероприятие посвящено 60-летию Галмжана Нурышева, который руководил университетом имени Жубанова 8 лет. Конференция посвящена 60-летию доктора экономических наук профессора Академико-педагогической Академии Республики Казахстан Дурышева Галмжана Жумабаевича. Галмжан Жумабаевич внес большой вклад в дело становления системы высшего образования Казахстана, работал на различных должностях, начиная с простого преподавателя до ректора и сделал очень много в своей жизни. Активенцам следует быть осторожными, оставляя обязательную милостыню фитер-садака в ящиках, установленных за пределами мечети. Не все из них имеют отношение к храму или духовному управлению мусульман Казахстана, коими в некоторых точках расположения ящиков прикрываются. Такое заявление сделала пресс-служба областной центральной мечети Нургасыр. Так, к примеру, в городе установлены ящики для пожертвования благотворительной организации «Садака-центр», который никак не относится к представительству ДУМК в Ак-Тубе. Куда и на какие цели уходят поступающие средства от мусульман, неизвестно. Напомним, в 2017 году размер фитер-садака составил 300 тенгез человека. В теннисном центре сегодня подведены итоги завершившегося учебного года. Руководство ДУС США в связи с отличными успехами поощрило самых достойных спортсменов благодарственными письмами. Наград и побед очень много. Артур Хайруддинов, воспитанник центра, сегодня в числе награжденных о своих достижениях юный теннисист рассказал лично. Выиграть чемпионат Казахстана в парном разряде, а также азиатские турниры в одиночном и парном разряде, а также с командой Актюбинской области мы заняли третье место на командном соревновании. Это было довольно-таки сложно, потому что все спортсмены хотят выиграть, и ты должен стараться их обыгрывать, чтобы получить в дальнейшем награды и путевки в зарубежные города, чтобы набирать опыта играть с другими ребятами в других городах. Наград и побед очень много, отмечает Раиса Мантеева, директор теннисного центра. Но одно из значимых – это достижения Даниала Тоскали на чемпионате страны, где он стал победителем. Отлично проявили себя на теннисном корте актюбинцы и в Шимкенте на турнире по версии ITF. По его итогам сразу несколько человек завоевали первое, второе, третье места. В данный момент на корте теннисного центра занимаются 230 ребят. Еще 325 играют в теннис в филиалах центра. Они работают на базе дошкольных учреждений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова